На перроне разлук Субтитры создавал DimaTorzok Я сто раз про себя повторил Все, что ты так легко мне сказал И сижу впереди и светил По гудкам, как по знаку Будто кто-то приучил Словно пало в собаку Будто кто-то приучил Словно пало в собаку Желто-красное это кино Сентябрьом разукрашенной скуки Я закончил смотреть бы давно Да ушел и спеша руки в плюки Только мелочь одна здесь важна Для меня очень сильно Ты приехать должна Как о кончении фильма Ты приехать должна Как о кончении фильма Субтитры создавал DimaTorzok Вот это я песню думал Буду готов это петь Когда Когда еще только осень началась Я так ее вот пил А потом Сейчас-то уже снег выпал Я вот прям вспоминаю Как вот снег выпал Уже все Картошку собрали Уже отвезли на спиртзавод ее Уже сделали спирт Водку И водку выпили уже Уже столько времени прошло Вот А там как раз вот тот момент был Когда только снег-то выпал И нас с сельхозработой Забирают Везут на грузовиках Это просто у меня Впечаталось Потому что Я столько Убирал картошки В своей жизни И в монтажную технику И в институте физкультуры Это же не по одному году Просто Какой-то инстинкт Прямо Осень И сразу Картошка Как раздеваюсь Демонцебур Контейнер В общем Поругались мы с ней тогда С девушкой А я и И она мне писала письма Вот И потом уже едем Когда обратно И они у меня Фуфай какие-то Прямо Эти 12 писем Прямо ее У сердца Прямо Это Потом Это я потом Где-то Через несколько Вспомнил Где-то На этом самом На французском На французской Ривьере Пляж Тепло И что-то Вспомнилось Песня исполнится На русском языке Хоть дорога, как стиральная доска И качать грузаик наши трясет Из груди никак не выскочет доска И обиды по щекам не потечет Скоро снабит на полях темным-темном Можно будет огоньки пересчитать Те, что воткнуты, как свечки в горизонт Словно в церкви, чтоб кого-то отпевать Двенадцать писем под полой Двенадцать писем под полой И мое сокровище Я этой памяти хозяин испугаю Двенадцать месяцев читаю А чего еще Когда ханда привычна и танка Слава Богу, что ханда и вот так На листочках синий пасты запеклось Что возможно на заснеженных верстах Сочинять, чтоб в самом деле не сбылось С тем закатным серпантином осыпать Добавлять лиловых сумерек на снег До тех пор, пока не стану засыпать Продолжаю вспоминать тебя во сне И ты во сне, лишь как ночной звонок Межгорода, напомнишь свет Когда ты в дом вошла Я был с ног до головы Облитвем золотом Да позову ты вся Со временем сошла Вот и я Печаль невелика Что глаза мысли взяться на ветру Только дату на борту грузовика Я сквозь измазь никак не разберу То ли год, когда вернусь издалека То ли месяц, то что встречи наградит То ли день, когда глубокая река Бесконечную дорогу преградит Субтитры создавал DimaTorzok Да, вот я вспомнил Сонарем это было Это Костя Тарасов придумал Такую сложную гармонию Что я, значит, на трезвую голову Как-то Холода Хорошо Ладно Сможем, это не просто Навалились холода Паранетки на ветвях Словно бусинки в садах Все не падают Я в последние года Тихой рыбой в сетях Не скучаю никогда И не радуюсь Заточить перо, отпустить перо Мы припались и топкать перо Как последний пусть Пусть встречает грусть В самый первый снег Бледный, как в муке Календой в руке А падают дни и плывут в реке Немного жаль, но не в том печаль Что короткий век Мне хандро уже не сбрить И тревог не укачать И восторг не разлучить С одиночеством Больше хочется дарить Чем подарки получать И все меньше говорить А слушать хочется Отопиться в дым зимним днем Седым Ощутить себя И снова молодым Горубоко вдохнуть Друзьям махнуть Потеряшимся С машинистом петь И с гудком лететь С путь слезов осенних Цветную медь И в ночи гулять И в дверях стоять Растеряшимся Только мне в своей двери Как перлог и хорошо На закат сидеть смотреть Цвета вечности А мальчишки на дворе Режут с антами снежок Я грущу о той поре И без вечности Свой кефир добить Детям позвонить Спокойно гребник обохкурить И в седом дыбу Одному в дому Слушать моряки Хочу, как сова Шин и трава Опять черкать нам В листке слова Что когда-то вы Мой дневник открыт Прочитаете Редактор субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Сейчас взял и заменил В песне снова И призывет И вот мне Лея Кирича рассказывал Когда он работал в ресторане И там посмотрел Что заказывают И они поют На выпавшей на белый На выпавшей на белый А она чистый Снег Ложится самый первый Я солист забыл Ложится самый первый И робкий И несмелый Советский человек Собрались не ходить больше Ваши концерты Не спели песню заказанную мной Лет пять назад Но хожу Ну тут очень лично Просят спеть дорогу Вот видите Не прошло и пяти лет И я спел вам Хоть дорогу Как стиральная доска Да знает уже Что ты в мажоре Можешь сыграть эту мелодию Музыканты у них свои А мне он как игралки Грают Под животом моста Расскажите пожалуйста Историю этой песни Спойте ее для моего друга Он ее очень любит Спойте Тут одна девочка заказала Лет восемь Эту песню Я говорю Рада тебе девочка еще Хотя Знаете старшеклассники Ее поют Как будто вот если Что-то как Домой Пора Все Там Все сходится Вот И Знаете Как раз это Я всегда вспоминаю Сейчас когда переводили Перевод сделали Этой песне И там Я читаю перевод Ну там Это очень сложно Поэтический текст Такой-то Еле-еле А тут Поэтический Но я вижу Нету Хванчикарата Говорю Где Хванчикарата Пишутся Да она же там Как А они говорят Ну знаете У нас Ханчукар Никто не знает В Германии Поэтому мы вставили Бужули Чего они там Переводили Ваша песня Ковчег Кислород Ну нет Что-то Грустно Грустно Не буду Даже брать ее Потом Ну Поэтическая Ну грустная 18 лет назад Мы вместе Работали Он никак Не выдавал Своей симпатии Это рассказ А в апреле Этого года Раздался звонок Мы стали Общаться Песнями Однажды Он сказал Доброе утро Любимая Скорее Я ответил Спокойно И просто А сейчас Мы Вместе На вашем Концерте Благодарю вас За ваши теплые Еще пожалеете Золушка Из Сибири Пес Песня Олега Метеева Помогает нам Лучше узнать Друг друга И стать Божьим и женой А так Вы не стали еще У вас еще Вот сейчас Этими строчками Я не знаю Все ли смотрели фильм Этот СТД Там значит Когда Он что-то В аварию попал И попал в мир Где нет Битлз И он там Строчками Какими-то Типа Шутит Когда Не будет 64 А никто Никак Не не Уверен И он Что такое В общем Там целая история Как он Выдал все это Выдавал за свои И значит Стал великий В общем А потом Значит В конце Этот самый Как же Этот самый Почему Нет Это я имею ввиду Фильм Это наш Про волшебников Этот западный Гарри Поттер Да И значит Они потом Все наладились И все прошло И значит И вот С девушкой Она у них Все с девушкой С этой Получилась И они утром Встают Подходят Как ну И он Говорит Что это говорит Он мужик Идет Как Гарри Поттер А она Говорит А кто это И он Говорит Нет Только Нет Потому что Если еще Не надо Без Гарри Поттер Сейчас Что это Почему Такая Маленькая Бас-гитара Вот Ты Я Нашли Почему Гитара-бас Почему Такая Маленькая Пандемия Или кризис Такая Маленькая Бас-гитара Звучит Так А потом Смешнее А тут Можно Смешнее А тут И Родион Большой И гитара Большая А тут Гитара Маленькая Да я вам скажу Даже не гитара Это контрабас Но Это вот Сегодня еще С человеческой Гитарой Выступает Глянь Маргулиев А так Он Со Скиетом Таким Небольшим Это все Для Аэрофрута Потому что Они все Забили Никакая Гитара Не проходит Никак Нельзя Прилететь Вот Поэтому Мы уменьшаем Скоро Я их уволю И буду Петь По Двеносурке Балет Возьму Балет Представляете Я пою Огни День Хотя Если в Калифорнии Художественному Руководителю Киноклуба Эльдар На концерт Елены Фроловой В Малом Зале О Уже Нет Билетов Нельзя ли Перенести Концерт В Большой Зал Можно Об этом Подумать Кстати 17 Декабря Концерт Елены Фроловой В Киноклубе Эльдар Про Метро Я вам уже Сказал Заодно Посмотрим Новую станцию Метро Новатор Вот Ленинский 105 Мы Обязательно Об этом Поговорим Чтобы Перенести В Большой Зал Очень Хочется Книгу Вот Знаете Я вот Что-то Не подписал В этот раз Но Опять же Я вам так Скажу В Киноклубе Эльдар Там целый Ларек Работает Каждый День Можно Прийти А я там Подпишу Все книжки Если у вас Песни Которые Вам Откровенно Надоели Да Все Да И Нет Ребят Ну как Надоели Я Привык Уже Зрители Все Просят Спой Как здорово Что все Мы здесь Сегодня Собрались К 35 летию Своей творческой Деятельности Готовитесь Как А у меня 35 летия Будет Творческая Деятельность Не У меня Творческая Деятельность Началась Еще До детского Садика Поэтому Тут Посчитать Сложно Никак Не готовлюсь Дай Бог Сегодня Я Должен Должен Бы Уехать Домой В Владимир Где Мои Друзья В данный Момент Отмечают День Рождения Лехи А мне Завтра На работу В школу Как Мы Собираемся Это Уже Когда Мы Собираемся Собираемся То Уже Много Лет Не Только Слушаем Но И Поем Ваши Песни Поэтому Мы Сегодня Объединены Вашей Песней Спасибо За песню Пора Владимир Да Я ее спою Я думаю Уже У меня есть Пора Владимир Приезжайте С концертом И просто Так Приходите На Литургию В Успенский Собор У нас Есть Даже Певчин Так Что Может Быть Знаете Я Вот Понял Что Сейчас Песню Я Владимир Еще Не Пел А Вам Все Не Споем Обязательно Для Всех Наших Женщин С Добрым Утром Любимая Наших Это Пропуск Временный Для Всех Наших Временных Женщин Видим Утром 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 Не Видим Ничего На Расстоянии И Вы Как Не Торопитесь Никуда Вот Это Вы Знаете Это Технологическая Необходимость Чтобы Мы Никуда Не Торопились В городке Периферийно Отдает весна Бензина Реблет Сладко Замороченный Народ Передей Гланатасы О которой Белой Краской Написал Какой-то Местный Идиот С Добрым Утром Любимая Крупными Буквами С Добрым Утром Любимая Не Жалей Нежалей Белим И Лежит Нелюдимая Надпись Огни Маня Словно Различимая Из окрестных Светил Ночи Растает Без Остатка И Останется Загадкой Словно 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 Прекрасно Видно Свет Что Нарушена Разметка И Так Жалко Что Растает Гои Прекрасно Может Сновно Словно В Адром храни моя, Будет всем, как в пути маяк, Пусть потерпит горю. Адром храни моя, Будет всем, как в пути маяк, Пусть потерпит горю. И они будут петь песню вот на вот эту музыку. В свое время, значит, Сергей... Это песня Сергея Никитина. Потому что он пришел к Евтушенко и сказал, Евгений, а славу тебе на вот эту вот музыку написать слова? Он говорит, да не славу. Купи мне четыре пачки папирос «Беломор канал». Вот. И я к тебе приду, ты меня закроешь на кухне. И я напишу. Он говорит, так ты же не курешь. Он говорит, да, я курю. Но я когда пишу, я папиросы разминаю. Так разминает папиросы, и что-нибудь попишет. И опять разминает. Вот. И он написал эту песню так, что... Песня «Хрустальный господин», по-моему, она называется. Вот группа «Ирония судьбы» ее вам испоет. Вот. А вообще, насчет забытия слов. Недавно тут выступала у нас одна бардесса. Бардесса тоже в киноклубе «Ильдар». И это... И все время забывает слова. В каждой вообще песне. И говорит, как я могла перепутать эти самые ночные и дневные таблетки. Представляете, она выпила днем ночные таблетки. И они прямо тормозят и тормозят. Так бывает вообще с этой забывчивостью. Вот. Я всп... Немного я разговариваю? Я обычно вообще ничего не говорю. Спел до ушей. Передача «Приют комедиантов». И там как-то еще Гученко была. Жива-здорова. И как-то пришла Лариса Тулина. И она зашла так красиво. С корзиной фруктов. С цветами. Все. Всех в общем так обрадовало. Вот. И ее очередь подошла петь. И она начинает петь. И забывает слова. А... Ну каждый раз вся аудитория должна опять зааплодировать, встретить. И она опять начинает петь и забывает слова. И так пять раз. Представляете? Все уже устали. Аплодировать. Она никак не может вспомнить. Вот. И через несколько минут, значит, выступает Гученко. Начинает петь и забывает слова. И говорит, что я сегодня как Лариса Тулина. Да. Ну, какие-то руки. Неутешительные выводы, дорогие друзья. Это я. Без очков. Без очков. Песня исполняется без очков. Подожди. Я уже забыл. Давай еще раз. Я что-то как Лариса Тулина. Неутешительные выводы Приходят в голову по осени. Неутешительные выводы Приходят в голову к зиме. И лес прозрачен, словно вымотки. И в стелу поле дремлют озени. И огоньки по краю вышиты. И ночью приходит в тишине Не мучительная незабойная, А спокойная зимняя груша. Бьется птица в груди беспокойная, И ничем мне не может помочь. И долгожданная бессонница Для размышлений и признания К столу над лампочкой склонится И будет мне шептать слова. И может что-нибудь исполнится И для меня откроет знания. А утро выберет все здания В право наступившей зима Не мучительная незабойная, Спокойная зимняя груша. Бьется птица в груди беспокойная, И ничем мне не может помочь. Неутешительные выводы Приходят в голову по осенью. Неутешительные выводы Приходят в голову в зиме. Как будто падаешь с обрыва ты На первый лед на нашем озере. И черный след тобой выпит Пугает птицу в вышине. Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо, что сегодня нет сериала. А то, когда идет этот сериал, Ты как зацепишься. Я Вертинского это как раз смотрел. Сейчас я вспомнил почему. Потому что прошел сериал, Потом вот Анастасия и Маша дочери Были в гостях там на телевизии. И там они подняли такой вопрос. Почему Сталин любил песни? Почему Сталин любил песни Вертинского? Почему так все-таки он снисходительно к нему относился? И Анастасия говорит. Вы же понимаете, Сталин. Он же был не выездной. Он же не мог никуда поехать. Ни в какую страну. Ни еловых негров. Поэтому он слушал песни Вертинского И как бы путешествовал. И мы сейчас с вами как будто съездим в Непал. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тонкие руки и яжвы тяжелые в каждом твоем кольце. Четкие скамни от времени желтые на память об отце. Ты повесешь в мангелы с собой, я это все уже заранее знал. Через туманами, тайгой голубой, в Непал, в Непал, в Непал. Ни полутемный незнакомый подъезд, ни полусонный опустевший вокзал. Ты все запомнишь, что в этой земле есть, в Непал, в Непал, в Непал. Время простить все, что плачет, сила яровелый крест. Дали приблизить и обозначится конторный верест. В легкое платье из сизого облака, в теплого неба май. Ты обернешься и позабудется, что здесь в Москве и варень. И к самолету подадутся слоны, а пахалок не замажет тебе. И как царица этой древней страны, ты не позволишь больше плавить себе. Не распрями, безупоризненный встан. Ты поплывешь с невозмутимым лицом, и все, что было, позабуду я сам. Как сон, как сон, как сон. Зимняя свякоть в огнях маяковка и сквозь новогодний камп. Я отказался, было неловко, но что бы я делал там? И возле урны весь серпантиник, как снеговик пирог. Я размышляю, как же пройти мне, вот уже час метро. Ты не умеешь целоваться всерьез, ты просыпалась со слезами в ночи. Ты отвечала мне на каждый вопрос. Молчи, молчи, молчи. И полутемный, незнакомый подъезд, и полусонный опустевший вокзал. Ты все запомнишь, в этот синий отъезд, в Непал, в Непал, в Непал. Вы знаете, была такая у меня преступная идея написать продолжение для некоторых песен. Вот про ненаточенные ножи, например. Что они потом все-таки поженились. С соседом. Как-то это, оказалось, что счастье-то вот рядом было. Вот, и эта францужинка тоже. Она вернулась потом в Россию. А прямо сюда положите. Вот так, отлично. Вот у меня отличное зрение, как раз. Спасибо. А у этой песни есть продолжение. Поэтому я тогда вам его спою. Называется уже это продолжение «Намасе», что в переводе на русский язык означает «Я приветствую тебе, Бога». Это так, вместо «Здрасте» там и в Индии, и в Непале, в тех местах говорят. Вот. А написал я эту песню в Канаде. Они вот все поехали на экскурсию. А я говорю, минуточку. Мы вдвоем с товарищем не спали. Мы курили тихо, навирать. И зачем-то долго и подробно вспоминать наш пастыний сплав по марсианте. Теплые ночевки у порогов, небо планетарное движение. И мою царицу, заскучавшую немного, по столицам и по возвращениям. Вспоминалась еще дорога, где тебе говорит любой «Я приветствую в тебе, Бога», повстречавшегося со мной. «Я приветствую в тебе, Бога, повстречавшегося со мной». Шапки анапурно, словно сахар, высинист над молоком тумана. Было ясно, что царицу и тибетские знаки не излечит от самообмана. Розовые мягкие ладошки, с розовыми лучиками пальцев. И еще глаза в картине ночи, как у кошки от тебя и слух твоих и пальцев. И кончалась, когда дорога у бамбукового огня. «Я приветствовал в тебе, Бога, обнимающего меня. Я приветствовал в тебе, Бога, обнимающего меня». Пуевал с прижатыми рогами, будто бы от страха или ветра. На прощанье тонкими ты трогал руками, и печали не было заметно. «Необыкновенная царица, мне пора, как прежде, возвращаться. Ну а что в душе у нас у каждого творится, и проводникам не догадаться? Перед нами опять дорога от порога большого дня. И я приветствую в тебе, Бога, отпускающего меня». «Я приветствую в тебе, Бога, отпускающего меня». «Мы вдвоем с товарищами спали, мы гудели тихо дырать. И зачем-то долго и подробно вспоминали, наш последний сплав по Мальсиаде. И воды утекло вновь, и царица теперь другой. А я приветствую в тебе, Бога, выпивающего со мной. Я приветствую в тебе, Бога, выпивающего со мной. Аплодисменты. 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 Ну а, вернемся к разговору. Аплодисменты. Да что ты? Ой как! Ты смотри! А так... Добрый вечер. Сначала вот добрый день зачуту. Я иногда, знаете, даже в детском садике, где выступаю утром. И хочется сказать, добрый вечер дорогие друзья. Вот это имя, что посоветуете тем людям, которые которые хотят, что-то не хотят, поиграть с вами песни на две гитары. Вопрос к вам или Леониду вместе. Вот это вопрос к Леониду. Да, путь я на здоровье, но я играть-то не умею. Вы же видите, они играют, а я так пельцом. Прищуиваясь, а так, а так, это очень. Поэтому нам сейчас в группу нужен этот самый бас-гитарист. Нет, бас-гитаристы есть? Нет. Вот научитесь играть на бас-гитаре. Будете работать в группе «Ирония судьбы». Смотрите, пожалуйста, любимую старую песню «Таганай». Как-то мне понравилась эта группа, комбинация. Старые добрые девчонки. Мы очень любим ваши песни, но сегодня, если можно, исполните песню «Марк Шагал». Мы ждем ее. Уже шестой ваш концерт. С благодарностью. Яростные поклонники. А вот же есть, знаете, как она здорово записана вот на этом диске «Незабываемое». Просто, а? Очень тихо. Очень тихо? Она записана? Вы все как совет, она сама тихо. А вы купите другой диск. Это вам просто понравилось. И потом, знаете, это ручка громкости. Вот. Если у вас песни о Харькове, я вас впервые услышала в концертном зале Украины. И теперь ваши песни всегда в сердце. Большое вам спасибо за все. Я ваши песни обожаю. Вы знаете, как раз я, когда смотрел фильм «Вертинский», я вспомнил, что мы выступали в Киеве, в Октябрьском зале, который стоит прямо на Майдане, 25 октября. Когда там был Майдан? Прямо, короче, в этот день. И прямо вот полная площадь была, и почему-то и народы, и полный зал был. Вот. И я начал свой концерт с того, что сказал, что, вы знаете, 25 октября 17-го года в Санкт-Петербурге выступал один ваш бард. Бертинский. Он выступал в Санкт-Петербурге. Я говорю, надеюсь, что у вас закончится по-другому. Как закончится, непонятно. А записки тут еще, знаете, многие такие, прям кто-то готовился, что ли. Специально заворачивал, как новогодние. Ваши пожелания вашим оконникам, себе и команде на 20-22. Вот. Какие, ну какие могут пожелания? Вы сами все это знаете. Вообще, это самое лучшее пожелание, чтобы все ваши пожелания исполнились. Для Леонида Маркулина из Москвы прозвучит песня «Небесный калькулятор». Я говорю, а что «Небесный калькулятор»? Они говорят, ну там же первая строчка «Я сидел». Я сидел, то сплыла бы допоздна. Вспоминая давний запах дальних мест, я гулял. По синим суперкам без луна возвращаясь в разрисованный подъезд. Кто-то ждал меня, а может и не ждал, оставлял как флаг. И запертую дверь кто-то знал про все, а может и не знал. И вот теперь под животом моста мы пили с ней вино. Могли бы лет назад мы целоваться, но краток речной маршрут. Песня «Небесный калькулятор» Мы их перламутровых загаром города покрывают. Разгоревшийся восход и мне кажется, что было так всегда, всегда. В тот год под животом моста Мы пили с ней вино Могли бы лет на сна Мы целоваться, но К радвичной маршрут Кончилась кончка рана Поздно, и дома ждут Пора Будет вновь зимний весен Карусель проплывать Неоднократно вьюн На нас будут петь вокруг Стареть, стелить постель и ждать Ох, да, мы стоп А небесный, как гулятор Ни на миг не забьется И мгновенье, как вино Отсчитает И прольет, что не вместит его Оно, о-о-о Под животом моста Мы пили с ней вино Могли бы лет на сна Мы целоваться, но О-о-о К радвичной маршрут Кончилась кончка рана Если нигде не ждут Пора К радвичной карточки рана Пора Спил КОНЕЦ 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 И болит, и вспоминает сон про дворики арбатские. Она как вверху погружается в диван, И несмотря на поздравение дурацкое, Она такая же москвичка, как и была. Каштаны негра продают, у площади кавкоп, Придет сквозь лампочек салюты снежный Новый год. И парижане о своем, задумавшись спешат, И Рождество опять вдвоем с подружкой из США Наполнит праздничный Париж вино французское, А ей пригрезится Москва, грым и милан. Она пьет водку, так как бондонная русская, Она такая же москвичка, как и была. Наполнит праздничный Париж вино французское, А ей пригрезится Москва, грым и милан. Она хоть пьюшка, но в полу данная русская, Она такая же москвичка, как и была. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не говори ведь Тот был первый гордым Правильно был твердым Но да бог ему, судья, да был бы жив Скверлист в умеет Дочка подрастает И пустяк, что не наточены ножи Пахнет малышко снегом Где так опает вода Плачь в углу висит А проспект спустилась в небо И зеленые звезда Познила так сильно Далеко доской не уйти сегодня Он бы мог за всем остаться, да и жить Все не так досадно, он жили в склад Ах, дались мне эти чертовы ножи Ах, как спится утром зимы На метку фонарь скулит Желтая ныра Фонарю приснились ливни Вот теперь он и не спит Все скрипит, пора, пора Свет сольется в щелку Дверь тихонько щелкнет Лифт послушно читает этажи Снег под утро вяжет И неплохо даже То, что в доме Не наточены ножи Снег под утро вяжет И неплохо даже То, что в доме Не наточены ножи И большое вам спасибо За внимание, дорогие друзья Первые дни короля Морголь Контропа сольен Чеманченко Браво! Браво! Я сам не ожидал От себя такого Как психануть Через же пятницу Из плитки дорожут Гитарниж Нежно Струна Насколько мэра Пронзит Тугую высь Качнется купол неба Большой и звездно Снежный И как здорово Что все мы здесь Сегодня собрались Качнется купол неба Большой и звездно Снежный И как здорово Что все мы здесь Сегодня собрались Кстати, а завтра в Чахов не приедете? Просто без вас будет, мне кажется, как-то тускло. Вот, постарайтесь. Чахов это недалеко. На юг, и все. Как облеск от заката костерме пузой стебляш. И что грусти, бродя, а ну улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним. Чьи имена, как рады, на сердце забеглись. Мечтами и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами и песнями мы каждый вдох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ